МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И Советский Союз не боялся никаких санкций, потому что мог адекватно ответить и легко их преодолеть. Боится ли Россия сегодняшней санкций и может ли на них ответить? Я считаю, что сегодняшняя Россия имеет все основания ответить на санкции Запада. Таким образом, я предлагаю Государственной Думе сегодня принять закон о контрсанкциях, чтобы он в себя включал. Первое. Пора прекратить кредитовать экономику Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что в этом году впервые за 100 миллиардов долларов перевалили наши вливания в американские ценные бумаги. Это 104,9 миллиарда долларов. Если мы прекратим, американская экономика потеряет 14-го по счету кредитора своей экономики. Второе. Я думаю, что пора нам посмотреть на небо России. В прошлом году через нашу территорию прилетело 1,4 миллиона пассажирских самолетов, которые летят с Запада в Китай. И если только на три месяца мы приостановим вот эти полеты, то американские компании потеряют 1,5 миллиарда долларов. Это будет ощутимо сказываться на экономике США. Третье. Мы продаем Америке наши двигатели ракетные, РД-180, которые запускают в космос американские спутники, в том числе и шпионы. Договор о продаже этих двигателей был заключен еще 22 года назад. И за это время цены на двигатели не менялись. Таким образом, мы по дешевке продаем нашу очень высокотехнологическую продукцию. А давайте мы этот договор разорвем. Пострадают те же самые компании, которые занимаются космосом. Еще один момент. Россия продает Америке редкоземельные металлы. Причем такие, которых на Западе нет. И прежде всего титан. На строительство одного Боинга требуется от 20 до 50 тонн титана. И мы продаем это как сырье. Давайте примем закон, который запрещает продавать титан как сырье, а можно будет только продавать готовые изделия. И тогда эта отрасль тоже будет ощутимо подвержена негативному влиянию. Тогда ястребы задумаются, а стоит ли рвать отношения с Российской Федерацией. Ну и самое последнее. 10 компаний заграничных, которые сегодня скупили у нас 3 миллиона гектаров земли. Да, пусть не скупили, пусть как бы взяли в аренду через посредников. А наши, все агрохолдинги крупнейшие, владеют 6 миллионам гектаров. Вопрос такой, а почему так происходит? Давайте сейчас развиваем контракты с этими, арендные контракты с этими компаниями и вернем нашу российскую землю нашим агрохолдингам. Если все эти другие меры, которые лежат на поверхности, сегодня внедрить, то мы поставим США и Запад перед выбором. Либо отменить санкции в отношении России и признать присоединение Крыма к России законным и справедливым, либо потерпеть еще большие убытки своей экономики. Я буду сегодня предлагать Государственной Думе принять закон о контрсанкциях. Вопрос, который я сегодня представляю, он может быть более узкий, но весьма значим сегодня для Российской Федерации, точнее для тех наших граждан, которые вынуждены лечиться и вынуждены приобретать лекарственные препараты, в том числе и льготные. Сегодня фракция КПРФ подготовила и будет вносить на рассмотрение Государственной Думы обращение на имя председателя правительства Российской Федерации Медведева. Речь идет о том, чтобы во время бюджетного цикла, сейчас идет работа как раз по подготовке принятия бюджета в первом чтении, внести все-таки необходимые поправки в этот самый бюджет и обеспечить необходимыми лекарственными препаратами всех нуждающихся. Речь идет о нескольких категориях граждан. Правительство Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации открыто признает дефицит в размере порядка 20 миллиардов рублей. Это для того, чтобы закрыть самые минимальные потребности. По семи высокозатратным нозологиям, это то, что финансируется из федерального бюджета, нехватка порядка 7-8 миллиардов рублей. По больным, которые страдают устойчивыми лекарственными формами стадиями туберкулеза, это порядка 2-3 миллиардов рублей. Больным с ВИЧ-инфекцией порядка 2,5-3 миллиардов рублей. Ну и самая острая проблема, она складывается в отношении больных орфанными заболеваниями. Я напомню, что эти больные сегодня находятся на государственном обеспечении или обеспечиваются финансово из региональных бюджетов. Однако лечение этих больных, несмотря на их вроде как небольшое количество, порядка 15-16 тысяч по всей стране, крайне дорогое. Лечение одного такого пациента может обходиться региональным бюджетом в сумму от 15 до 30 миллионов рублей в год. Понятно, что потянуть такие суммы, найти такое финансирование сегодня большинству регионов не под силу. А учитывая, что лекарственное обеспечение и необходимые лекарства являются фактически правом на жизнь, мы ставим под угрозу, если не будут приняты необходимые изменения, жизнь сотен и тысяч наших граждан, которые, еще раз повторяю, живут только исключительно благодаря этим новым, современным, но крайне дорогостоящим лекарствам. В этой связи мы предлагаем взять на уровень федерального бюджета ряд заболеваний, которые сегодня относятся к группе орфанных заболеваний, самые дорогостоящие. Речь идет о мури-посуде, мукополикосархаридозах, трех групп, которые имеют на сегодня адекватное лечение. Речь идет о гемолитико-румическом синдроме и о ночной пароксизмальной гемоглобинурии. Эти заболевания как раз самые дорогостоящие, и централизация, в данном случае их финансирование на федеральном уровне, централизация закупок позволит, во-первых, снизить цены на эти лекарственные препараты, крайне дорогие, во-вторых, перераспределять лекарственные препараты между регионами, а третье, самое главное, предоставить право на жизнь на сегодня этим пациентам, независимо от места проживания. К большому сожалению, обеспечить сегодня своих арфанников адекватно могут всего лишь несколько регионов. Самых богатых регионов Российской Федерации это Москва, это Хантамасийский округ, ну и в чем-то еще Петербург. Все остальные регионы на сегодня испытывают крайние сложности в части финансирования. Сейчас повторяю, суммы огромные, и есть несколько регионов Российской Федерации, которые уже все лимиты будущего года, вот как раз по финансированию, этих больных съели. Благодаря судебным решениям. Больные идут в суд, больные идут в прокуратуру, сотни исков, но другого выхода у них нет. Либо они получают лекарства, либо они умирают. И поэтому ставить сегодня наших граждан, пускай и небольшую группу, перед выбором умирать или жить, на наш взгляд, это несправедливо и нечестно. Поэтому фракция КПРФ вносит соответствующее предложение. Мы надеемся, что оно будет рассмотрено, поскольку было единогласно поддержано на профильном комитете, в комитете по здравоохранению Государственной Думы. Однако вот его внесение и рассмотрение было задержано по необъективным причинам. Мы надеемся сегодня на открытый диалог, на соответствующую реакцию со стороны правительства Российской Федерации. Не решать проблемы больных людей ни в коем случае нельзя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова